Привет! Меня по-прежнему зовут Владимир и мы по-прежнему делаем в эконом-проекте шикарный балкончик. Итак, в предыдущем ролике... А ты, кстати, первый раз меня включил или нет? В курсе, кто я нет? Ну, не важно. Хотя как не важно, давай я быстренько, буквально на 20 секунд тебе расскажу. Итак, мы делаем верхний этаж, шикарную квартиру. Несмотря на то, что это эконом-проект, я клиенту уговорил сделать балкон из террасной доски. Террасная доска у нас S2, производство Латвии. Ставим пластиковую лагу, ставим террасную доску S2. Пока я иду до балкона, в деталях рассказываю. Значит, террасная композитная доска – это самый лучший материал, который только может быть. И я им занимаюсь 8 лет. Стоял на выставке, там где-то внизу под видео, куча таких видео. И у нас 6 производителей. Так вот, я потратил 8 лет, чтобы найти одного единственного, но если что, есть еще один аварийный. То есть из 8 заводов, которые я знаю, с двумя я готов сотрудничать. Почему? Я работаю по всей Европе, там Бельгия, Испания, Португалия и так далее. Вот прикинь, ты в Португалию везешь эту доску, что-либо там производишь, а потом тебе по гарантии звонят переделать. Каково? Поэтому очень важно, чтобы ты был в контакте с боссом, где производят эту доску, с технологом, чтобы ты его лично знал, с ним на рыбалку ездил, пиво пил. И вот если ты уверен в технологии, уверен в материале, этот материал прослужит лет 30-40. Но скорее всего коммерция и стоковые магазины не дают тебе качественную доску. Скорее всего ты купишь какую-то хренотень. Поэтому есть два варианта. Либо у меня ее купить, там номер телефона, созвонись, я тебе скомплектую заказ, мамой клянусь, все будет хорошо. Либо, не будем о грустном, и так в предыдущем ролике я рассказал, как я сделал гидроизоляцию из мопеевских материалов. Это мопей, как я положил холст правильный. И в принципе, поскольку это эконом вариант, я полностью все сделал. 30 сантиметров здесь, там ноль, то есть он уклон у нас на метр 3 сантиметра. Для чего мы это делаем? Квартира, чувак. Дождик прошел, а я хочу туда. А у меня носки, я что, побегу в коридор обувать обувь, и в обуви пойду по всей квартире? Нет. На моей террасе, да, проходит 20 минут после сильного ливня. И ты можешь в носках идти, они сухие. Почему? Первое. Это структура доски. То есть вот на этой структуре, именно на этой структуре, ветром сдувается вся пыль, и не остается ни грамма воды, а уж тем более какой-либо прессины. Это первое. Второе, сумасшедший уклон, который не делает никто. Только делаю я. И ролик, собственно говоря, о том, что на сумасшедшем уклоне, как нам сделать правильно террасную доску. Итак, в моем случае, что мы видим? Мы ставим лагу композитную вот таким образом, а сверху у нас пойдет террасная доска. И как же у нас здесь будет уходить вода? Совершенно прав ты, родной. Мы ставим 8-миллиметровую подложку для того, чтобы вода проходила в этой части. Там мы ставим 5 миллиметров, тут 8. И чтобы она не слишком сильный был уклон, то есть уклон для свода воды, он более агрессивный, уклон для террасной доски, он менее агрессивный. Вот этим сейчас и займемся. Видим композитную доску и специальное здесь отверстие. Понимаешь, что шурупы должны быть правильные. Я, скорее всего, возьму, например, их. В чем их правильность, да? В том, что более чем 3,5 они не могут быть. Здесь опять такой нюанс. Ты расколешь террасную доску, если возьмешь 4,2 толщины шурупа. И в ней веду максимально 3,5. Следующий момент. А можно ли этими шурупами? Можно любыми шурупами. Здесь будет держаться абсолютно все. Почему? Потому что у нас будет механическое кремление и потом силикон химическое. Тут надо бы в силиконе все держалось, но у меня должно быть все дурака устойчивое. Поэтому мы работаем вот таким образом. Далее, почему не делаю так? Я перфекционист. Мне не нравится вот эта вот халабула. Мне нравится скрытый монтаж. Вот всегда пытаюсь, чтобы монтаж был скрытый. Понимаешь? Этот важный нюанс я тебе рассказал. Помним, что мы в постмодерне. Этот модерн остается в таком состоянии. А делаем это вот таким состоянием. И прямо еще сделаем замыкающую доску. Просто неудобно и болтать, и говорить. Где-то там подпишись. Тебе придет уведомление. И в следующем ролике я более детально поговорю. Сейчас мы устанавливаем правильно лагу. В балконе, в эконом-варианте, в серийке. Вот эти все маленькие компоненты, они очень важны. Сейчас прикручиваю. Следующий важный моментик. Я считаю, что он очень важный. Мы берем силикончик. Смотри, что мы делаем. Мы наносим вот эту часть. Вот сюда вот. Для чего? Силикон на фасаде, по-моему, самый лучший фиксатор. Особенно в этой части, чтобы ты понимал. То есть, вот здесь мы все просиликониваем. Еще дадим ей эти несчастные 2-3 мм плюсом. И у нас она будет закреплена. Из плюсов, когда мы ее всю делаем, если не будет обильного силикона, у нас черная доска, чтобы ты понимал, и на нее будет палить солнышко. Что такое линейное расширение? Так вот, силикон компенсирует ее. Она своим весом будет, конечно же, держаться, никуда она не денется. Сверлиться там, где гидроизоляция, глупая затея. А вот обилие силикона нам сыграет на руку. То есть, мы, грубо говоря, плотненько приклеим, очень хорошо приклеим, да? И наша реечка, наша лага, она будет стоять стабильно. Итак, проклеиваемся силиконом и устанавливаем их по сколько? Правильно. Здесь мы ставим по 35. Максимальная, сколько композитную доску можно ставить? 40. Это максимум. В идеале производители пишут 33. Ну, я ставлю 35 по центрам, да? Или 40. Смотри, какая прелесть у меня получилась. Получается она вот такая вот история. И сейчас мы выставляем, как я тебе и обещал, по 35 см. Ну, мне кажется, это важный момент. Смотри, что я делаю. То есть, я замеряю, разумеется. Обещанный 35 см, как я и обещал, да? Но, видишь, у меня чуть-чуть силикончик вылазит. То есть, на этой стадии, а у меня сколько сантиметров толщина слоя силикона, я могу нивелировать. То есть, сейчас я их по 35 кидаю. И дальше по диагонали, горизонтали, вот все по уровню могу пробить. И оставить на какое-то время, чтобы он подсох. Чтобы они мне были идеальны. Еще раз скажу, у меня гидроизоляция, сверлиться мне глупо в этой части. Поэтому мы их выставляем по 35. И силиконом миллиметры можем здесь поднивелировать. Про сантиметр, конечно, речи не идет. Но это небольшие миллиметры. Примерно вот такая вот картиночка. Сейчас очень важно, чтобы силикончик немного подсох. А я пока напилю размер доски. И покажу, что будем делать дальше. Окей? Не забудь, пожалуйста, где-то подписаться. И когда подписываешься, там уведомление, чтобы пришло следующее видео. И так мы шаг по шагу. Я тебя научу фактически за бесплатно, как сделать шикарный балкон. Ну а если будешь делать это самостоятельно, а не заказывать мои услуги, то там внизу контакты. Свяжись со мной. Я тебе сделаю проект, сделаю комплектацию и доставку прямо к тебе в любую точку Европы. Ну а если можешь себе позволить, работаем по всему Евросоюзу. На сегодня все. Всем пока.